геймерское решение системный блок 38000 с копейками что в нем есть процессор intel core i5 2500к с возможностью разгона до 5 гигагерц на воздухе материнская плата серии asus z77 в с разгоном с usb 3.0 всеми приблудами 6 косарей стоит материнка салай 3-way из них в режиме 2-way 8x работают если третий слот используем топы по 4x блок питания 650 ватт видеокарта гигабайт geforce gtx 670 частота чипа 980 мегагерц памяти 6008 мегагерц частота чипа в режиме turbo 1180 мегагерц память можно гнать вручную при разгоне догоняет 680 видюху кулер залман с подсветкой ультра тихий sin ps 9900 макс подсветка синяя память 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 у нас стоит корсаровская частота 1600 мегагерц или 12800 вот тайминги у нас будут 99924 одна планочка штука 8 гигабайт всего 2 по 4 гига материнка имеет систему питания вот на экране видны диджи плюс в рам диджи диджи плюс дирам чтобы что обеспечивают офигенную схему питания процессору всех устройств целом материнка довольно таки кстати поддерживает вай-фай ну еще обзошедшись к сарейна не поддерживать фай а кстати питание у нее элементы питания у двух сторон на радиаторами накрыть то есть охлаждаются это очень большой плюс 3 слота 50 экспресс работать в режиме если ставить две видюхи то работают в режиме 8x каждый слот если третью видюху по моему там 8 8 3 работает в режиме 4x только всего лишь только в делюксовских версиях более премиумно все по 8 работают с этой высотой делать ну так целом материнка офигительная usb 3.0 cta 3 имеется 6 гигабит в секунду кнопочки это пу и пу для разгона экономии энергии процессора там кнопочка мем окей с памятью все окей если такие проблемы нажимаем и все окей с память у нас вот так что смотрим что тут у нас кстати блок питания вентилятора вниз расположен то есть под под корпусом имеется пространство воздух берет снизу это тоже плюс они из корпуса то есть лучшая система охлаждения жесткий диск терабайт всякий барракуда новая к эта версия там dm 003 что такое короче пока вроде тут функция работать нормально вот жесткий диск подключен пассата 3 6 гигабайт секунду вот ну диска вот привод обычный особый обычный привод 9 здесь мы имеем температуру на корпусе и сенсор он показывает минус корпуса том что нет usb 3 0 есть немного и просчитался покупая его брать и замзом за 9 утри там бы были витры 0 короче но зато сбоку крышечки есть текстикло и дырочки что более лучше вентиляция так всего вентилятора у нас сверху один блоки в корпусе это с блоком с месяца шли вот сверху один увидите за зону потом задние вентилятор в сзади тоже скоро заману на скитож все за монопска вверху заман скил сбоку заман узки потом и жесткие диски ки отсек тоже большой за моноски вентилятор подсветкой получается у нас с вентилятор 2 3 вентилятора только на корпусе а еще один сбоку в крышки крышки нету в крышке стоит сбоку здесь вентилятор всего получается 1 2 3 4 вентилятора только в одном корпусе ну соответственно вот это за носки тоже кулер и взял сразу чтобы все было за ума ватени он тоже с подсветочкой все окей но блоки питания он аэрокулский в п 650 ватт у него вентилятор не за у нас ки после месяца использования уже начинает худеть иногда жалеешь не купил за вам носки блок кстати антенна вай фай магнитная сюда и лучше поставить или нет вентилятор в принципе модуль памяти можем посмотреть мне очень нравится модуль памяти офигительно здоровый по сравнению с обычными баночками корсаровский модуль памяти чистота 1600 как я говорил тайминги 99924 1600 мегагерц модель памяти даже написано на нем тут немного другой 9924 вот 1600 мегагерц полтора вольта хорошая память быстрее чем какая-либо простая обычная один модуль штука стоит в принципе хотелось изначально взять доминатор но дорогой у него были бы тайминги 8 8 8 23 тут конечно побыстрее но стоит подороже раза полтора так в принципе эта память отличная для геймеров остальной радиатор металлический охлаждаться будет замечательно принципе вентилятора в корпусе много довольно таки думаю 2 это у нас активирован сразу двухканальный режим в памяти он у нас один слот стоит голубым другой глупым вот ну канальный режим у нас имеется материнка до хера опции поддерживает всякие usb 3.0 там ускорение кнопочку нажал у тебя и скорость usb еще возросла там раза в полтора офигительно надо планочку назад поставить все я установил назад на одно место всего 8 гигабайт принципе видюха что 70 довольно таки мощная вещь такая не сильно как бы там супер там игровая конечно ну довольно таки то есть топов модели близко к топу то есть в принципе на экстремальном разрешении допустим сейчас скажу по фпс на экстремальном разрешении в метро 2033 допустим при разрешении 1280 на 1000 024 все на максимум все экстрим сглаживание все экстрим она выдает от 50 до 70 кадров иногда просто просадка есть до 30 кадров там сильно таких сценах мы принципе достойный результат я думаю на 1920 на 1080 на full hd она где-то будет работать в районе от 40 там до 50 кадров чуть поменьше где-то так судя по тестам я смотрел а так у меня вообще метро в основном меньше 50 кадров не пускается также кризис еще больше даже кадров там нет от 70 70 кадров идет уже max paint там вообще за 200 кадров блин на максимальном разрешении все это мало максим кризис 2 вот такой средний gta 4 кстати блин на максимум там 50 кадров дает 50 там и выше бывает ну ниже 30 тоже просадка есть в этом смысле не ниже 30 просадка есть ниже 30 кадров еще ни одна игра практически у меня не шла все на максимум монитор просто не поддерживает у меня разрешение full hd у меня максимум 1280 на 1000 024 поэтому такая его будение в принципе я считаю что это очень выгодно иметь такой монитор так как блин не надо покупать более дорогую вьюху что-то full hd играть блин принципе картинка херительная так на этом разрешении просто экран 17 дюйма мне вполне хватает все устраивать все на максимуме ни одна игра еще не даже не дёрнула принципе почти кроме sleeping dogs чуть-чуть там sleeping dogs она и на 690 иногда дернет я смотрел как бы в тестах там поэтому там игрушка немножко не оптимизирована я так понимаю а так вообще в целом комп 38 косарей стоит покупался в москве в магазине в сети магазинов олди здесь у нас смоленской области будет порядка 45 стоить в москве дешевле 38000 живая игровая машина в принципе по портам там сзади довольно таки 4 порта usb 3.0 вот они синенькие на так два порта у нас usb сзади сколько туда два порта у нас usb 2.0 один дисплей порт hdmi есть а встроен еще тут есть встроенный контроллер видео короче сама видюха встроена в процессор до графический чип там hd-t1000 сам процессора и 5 2 500 к а вот интерфейс сзади можно двери подключать принципе на материнке на материнке есть hdmi то есть встроенная процессор графическое ядро даже можно играть в игрушки более на низком разрешении но принципе играть можно же в современные вот с видео hd справляется вообще изумительно все замечательно но вот видеокарты сзади под и видеокарты самый есть уже геймерское решение супер видюха не игреется хочу сказать простой 33 градуса ну при нагреве там при загрузке точнее ну в играх там в метро самый максимальный результат по температуре это 61 градус а так принципе во всех остальных играх выше даже 50 не поднимается очень порадовалась тем охлаждения гигабайтовская новая wind force видюха разогнана на заводе изначально немножко там хочу видюху чё сказать могу сказать таких 2 видюхи по составе будет вообще супер все даже мне принципе одной хватает 2 видюхи 670 в свои будет супер зверская машина принципе 1 достаточно все игры на максимуме еще не тормозили даже вообще ни одна игра современных игр 2012 года вот так что что еще можно сказать интересного материнка конечно много опций поддерживает он там короче сзади сам чип asus на материнке вон охлаждение такое красивое видеокарта перекрывает не видно а так вообще там такое красивое голографическое покрытие там вообще вот а еще картридер у нас имеется для всяких карт читает тоже подключен на место дефлопик еще имеет сетевая плата короче для неткома раньше было теперь можно выкинуть так что вот принципе хороший геймерская машина вот и вай фай конечно же есть антенка а вот крышка кстати крышка вот тоже за у нас ки вентилятор зауман все как положено тихие 7 не шумит кстати если на блоке питания вентилятор начинает гудеть то все абсолютно тихо вот был питание конечно вентилятор я немножко с блоком питания промахнулся надо все таки брать за у нас ки в принципе все следующем видео мы посмотрим как он в режиме работы подсветка все такое